СВЕТЕ КРИСТА Это не связано с сидением в церкви, принадлежностью к правильной динаминации или чтением правильного перевода Библии. Это искупленный труд Христа, который доступен нам с вами по вере. Он может разрушить любые узы. Он освобождает нас от зависимости, приносит надежду сокрушенному сердцу, дает силу нашему телу. Это проявление Божьей силы через нас с вами. Чтобы понять, как пользоваться этим и жить в этой свободе, нам нужно водительство Духа Святого. Побудьте с нами несколько минут, мы откроем Библию и попросим Бога дать нам Его мудрость и водительство. Духовный путь. Мы понимаем, как растем телесно и становимся зрелыми. Школа отмечает это переходом из класса в класс. Остальная часть жизни — определенными вехами. Что же означает расти духовно и сохранять свободу? Как продолжать жить в свете, который у нас есть, в определенный период жизни? Как продолжать быть в общении, чтобы постоянно очищаться в этот период? Мы начнем с наблюдений. Каждый человек, рожденный на планете Земля, каждое человеческое существо, рождается живым и духовно мертвым. Родиться человеком — значит получить земной костюм. Это замечательный инструмент, но он не будет у нас постоянно, у него есть срок службы. Когда вы переворачиваете календарь какое-то количество раз, это начинает на вас плохо влиять. Те, кто смеются, не знают, о чем я говорю. Мне вот не смешно. Вы еще узнаете. Подождите. Когда вы рождаетесь человеком, вы живы, но духовно мертвы. В той части, которая больше всего похожа на образ Божий, нет жизни. Это воздействие греха на людей. По этой причине мы видим, как много вреда наносят люди. А вот одно из величайших заблуждений. В конце концов, если нам дать еще время, мы будем трудиться и сотрудничать для общего блага. Это красивая идея, и вот мы пьем Кока-Колу, стоим вместе на вершине горы, держимся за руки и поем об этом. Но нам нужно учить мир не петь, а рассказать ему, что Иисус Господь. Потому что нам нужна сила, которая изменит нас фундаментально. Мы родились живыми и духовно мертвыми. Просчитайте послание к Ефесиным 2 главу. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего». К Колосинам 2 глава. «Вас, которые были мертвы во грехах и внеобрезании плоси вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды, когда вы стали посещать домашнюю группу и записались в волонтеры». «Нет, здесь написано по-другому». «Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Через крест к нам приходит прощение, свобода и полнота. Не через посещение церкви, не через религиозность. Суть не в том, чтобы найти правильную вывеску и поставить рядом с ней палатку. Каждый из нас родился живым и духовно мертвым. Из-за этого, чтобы участвовать в Царстве Божием, мы нуждаемся в двух вещах. Каждому из нас нужно второе рождение и купание. Нам нужны рождение и купание. Каждому из нас. В Евангелии от Иоанна 3 главе Иисус сказал, «Если кто не родится от воды, Духа не может войти в Царство Божие. Если у нас не было духовного рождения, мы не можем войти в Царство Небесное. Это невозможно. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, «Должно вам родиться свыше». Иисус разговаривает с Никодимом, лидером иудейского сообщества в Иерусалиме. Он эксперт по религиозным правилам. Он ходит в синагогу каждую неделю. Он ведет себя подобающим образом, говорит правильные слова, носит правильную одежду, ест правильную еду. Он все делает правильно. А Иисус говорит, тебе нужно родиться свыше. Никодим удивляется этому. Если ему нужно родиться, нам с вами тоже. Когда происходит духовное рождение? Когда вы начинаете ходить в церковь? Нет. Можно просидеть в церкви всю жизнь и остаться духовно мертвым? Нет идеальной церкви. Дело не в названии. Баптистская — это церковь, пресвитрианская, ебископальная, внеденоминационная. Не название меняет человека, а его решение по отношению к личности по имени Иисус из Назарета. Библия говорит, что нужно веровать сердцем и исповедовать устами, что Иисус Господь. Можно верить, что Иисус был Сыном Божиим и не иметь никакой пользы. Когда вы делаете Его Господом своей жизни, меняются приоритеты в вашей жизни. Речь идет о вашей позиции. Сделайте Иисуса Господом. Мы будем всю жизнь совершенствоваться в этом. Мы рождены в Царство Божие. Мы добровольно приняли такое решение, но мы растем в нем. Мы не хотим останавливаться на духовном рождении. Будьте уверены, если вы никогда не принимали решение сделать Иисуса из Назарета Господом в вашей жизни, то находитесь вне Царства Божьего и являетесь духовно мертвыми. Вы можете сидеть в церкви, петь песни, быть хорошим, добрым человеком, раздать все деньги и оставаться мертвым. Иисус в центре всего. Мы люди Иисуса, поэтому мы Его сторонники, потому что в Иисусе через крест сила всемогущего Бога, Творца неба и земли, действуют, чтобы изменить нас, и не только в рождении свыше. Со всякой трудностью, которая приходит в нашу жизнь, со всякой болезнью, со всяким бесовским вторжением, со всяким разочарованием, со всяким проявлением зла мы справляемся с помощью имени Иисуса. Нужно родиться и искупаться. В первом послании Петра в третьей главе написано «Во дни ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Так и нас ныне подобны всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Смотрите, снова крест. Он в центре нашей судьбы. Крещением завершается то, что начинается в человеке с исповедания его веры в Иисуса. Надеюсь, что вы все знаете, как это делается. «Боже, я грешник, и мне нужен Спаситель. Я верю, что Иисус, твой Сын. Прости мои грехи. Я прощаю тех, кто согрешил против меня. Иисус, будь Господом моей жизни». Это ворота Царства Небесного. Когда вы приняли это решение, вам нужно креститься, потому что Иисус так сказал. Этого достаточно. Если Иисус сказал это, вставай в очередь. «Меня сделали христианином в младенчестве. Я был маленьким малышом. Мне было несколько недель. Родители надели на меня длинное белое платье и принесли в церковь. Насколько я знаю, они там были в последний раз». В определенный момент службы пастор пригласил их выйти вперед. Бабушка и дедушка тоже были там. На мою голову побрызгали водой. Бабушка с дедушкой плакали. Мои родители были горды. Они желали, чтобы их ребенок вырос христианином. Но в этом не учитывалось мое мнение. Мой выбор и моя воля. Поэтому несколько лет спустя, когда я был достаточно взрослым и мог принять решение самостоятельно, я решил креститься. Я не считаю, что крещение младенцев — это зло. Но я думаю, что с помощью него нельзя достичь цели, на которую указывает Писание. Если ты крестился, но не собирался при этом быть последователем Христа, может быть, ты был слишком мал, или крестился за компанию, или тебя заставили креститься, и ты это сделал, чтобы родители не высекли тебя после церкви, тогда, я думаю, тебе стоит подумать, креститься снова. Цель крещения — это не членство в церкви, а послушание Господу. Послушание приносит добрые плоды. Мы читаем, если ходим во свете и имеем общение друг с другом, то кровь Иисуса постоянно очищает нас. Нужно постоянно жить в истине, которую мы знаем. Каждому нужно рождение и крещение, чтобы быть живым для Бога и духовного мира. Но когда мы сделали этот шаг, это еще не все. Никто не отменял трудности и давление в нашей жизни, и об этом сказано в следующем пункте вашего конспекта — это искушение. Что нам, христианам, делать с ним? Даже у Иисуса были искушения. Они мне не нравятся. Я хотел бы, чтобы искушения не просачивались ко мне. Но это не так, ни в моем, ни в вашем случае, ни в случае Иисуса. Вот в чем коварство искушений. Искуситель поступает нечестно. Иисус был искушаем. Мы знаем, что в его жизни был период искушений после крещения, когда он ушел в пустыню на 40 дней и постился. И в конце 40 дней сам сатана пришел к Иисусу искушать его. Я считаю, что это нечестно. Иисус был истощен, эмоционально слаб. И сам сатана приходит, чтобы искушать Иисуса. Если ты, Сын Божий, преврати эти камни в хлеб. Что с болтовня? Мы уже видели, как Иисус накормил толпу детским обедом, как Он ведро воды превратил в ведро вина. Я думаю, камень Он бы превратил в хлеб одной левой. Искушения приходят в тот момент, когда вы наиболее уязвимы, в то время, когда вы уязвимы, чтобы заставить вас выйти за пределы Божьих намерений о вас. Не нужно игнорировать его, отрицать или делать вид, что у вас иммунитет к нему. Я предлагаю составить план победы над искушением, чтобы преодолеть его, а не потерпеть поражение. Предполагаю, что симптом искушения в вашей жизни — это недовольство, когда вы оказываетесь в осаде недовольства. Когда вы недовольны окружающими, своими обязанностями в жизни, этапом своей жизни, своей работой, одеждой, внешним видом, вам просто все не нравится. Нужно понять, что на вас оказывается духовное давление. Знаете, что какое-то зло готовится вам в этот период. Этот симптом недовольства связан не с обстоятельствами вокруг вас, а с атакой, которая предпринимается против вас. Скептики говорят, «Да, я думаю, бывает святое неудовлетворение. Бывает время, когда Бог побуждает движение». Я согласен. Но в абсолютном большинстве случаев, когда вы ощущаете неудовлетворение, оно приходит не от Духа Святого. Я скажу по-другому. Если вы стараетесь быть довольным жизни, то избежите многих и многих искушений. Как быть довольным? Практиковать благодарность. Быть благодарным за людей, за возможности, за место, за этап жизни и за время. Об этом сказано в Библии. Прочитайте первое послание Тимофею, 6 главу, 6 стих. «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». На первый взгляд, эти два предложения не имеют ничего общего друг с другом. «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным». Я верю в это. «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». Часто недовольство связано с положением человека или с вещами этого мира, которые приходят к нам. Я заслуживаю лучшего. Лучшего обращения со стороны окружающих, большего уважения и вознаграждения, больших возможностей. Никогда бы не подумал, что в моей жизни наступит такой период. Я недоволен им. А Павел пишет Симофею, «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Вы пришли сюда ни с чем, родились с несколькими сундуками имущества. На вашем гробу не будет сцепного устройства для прицепа. Вы пришли сюда ни с чем и уйдете с тем, с чем пришли». Итак, перед нами стоит задача быть довольными. Следующий отрывок — послание к филиппийцам, 4 глава. Павел говорит, «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». Интересная мысль. Понимаете, обстоятельства не делают нас довольными или недовольными. Эта ложь проникла в наше воображение. «Если мне удастся изменить все, я стану довольным». «Если бы у меня было больше этого и меньше того», «Если бы я мог делать это немного чаще», «или если бы мне совсем не приходилось делать то, я был бы довольным». Довольство не зависит от окружения. Оно проходит через нас. Вы встречали людей, имеющих дар довольства? Я был знаком с несколькими такими людьми. У них такая красивая душа. Несколько лет назад общался с одной женщиной, и у нее был этот дар. Она вела очень простую жизнь. Работала на простой работе. Ее муж выполнял простые задачи. Их никак нельзя было назвать богатыми, но у них была радость в жизни. Я, молодой человек, смотрел на это и удивлялся. Она рассказывала мне о своем свидании с мужем. С таким энтузиазмом она рассказывала, куда они ходили и что ели. В большинстве случаев они ходили в дешевый ресторанчик, шоунис. Она рассказывала это с таким энтузиазмом, будто они заказали частный самолет, улетели на нем в самый изысканный город и ели там самую дорогую еду. Однажды летом она рассказывала мне, мы установили бассейн в саду. Я подумал, вот это да. Я знал, где работает она и ее муж, и подумал, как они смогли себе это позволить. Она продолжает. Больше всего по вечерам я люблю выходить в сад и стоять по колено в бассейне. Она рассказывала мне о бассейне каждую неделю. И я улыбался, потому что она так радовалась этому. Однажды у нее сломалась машина, и ей нужно было помочь добраться до дома. Я отвез ее домой. Она сказала, хочешь посмотреть на мой бассейн? Я сказал, конечно. Мне было интересно. Я вышел из машины и прошел во двор. У нее там был детский бассейн. Он был не больше метра в глубину и, наверное, метра три в длину, но она испытывала большое удовольствие от него. Наверное, даже большее, чем от олимпийского комплекса у себя в дворе. Я никогда не забуду это. В ней было довольство, которого не хватает большинству из нас. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Довольство приходит не от обстоятельств. Давайте дочитаем то, что сказал Павел. Второй стих. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Я пастор Аллен, спасибо, что уделили мне минуту своего времени. Сейчас весна, расцветают цветы, появляются листья на деревьях. Это очень красивое время года. Это напоминает мне о Божьем обетовании, обновлении и новой жизни. Я служу церкви уже три десятка лет. Мне радостно видеть рост и исполнение Божьих намерений в жизни людей, окружающих меня. Для меня честь идти по этому пути вместе с вами. Начинается весна, и я хочу призывать вас кое к чему. В Библии сказано, что пока существует земля, сеяние и жатва не прекратятся. Поэтому следует ожидать время роста и возможностей, когда Бог будет располагать ваше сердце к Нему. Если у вас есть цель прочитать Библию в этом году, не забывайте о ней в это время, когда становится тепло. Мы больше бываем на улице, у нас появляется больше дел. Пусть Бог будет в вашей повседневной жизни. Если вы читаете ежедневные мини-проповеди, продолжайте это делать. Продолжайте слушать то, что говорит Господь. У Бога есть что-то для вас. Благодаря щедрости наших зрителей, служение «Предназначение» транслирует свои программы для вас и других людей по всему миру. Без вас этот выпуск не состоялся бы. Помогите нам продолжать доносить до вас проповеди пастора, позвонив по телефону, указанному на экране. В благодарность мы вышлим вам диск серии из трех проповедей пастора Аллана под названием «В свете креста». Если ваше пожертвование составит 50 долларов и более, мы также вышлим вам книгу «В чем важность креста» учителя Библии Деррика Принса. Сила креста может победить все. Через крест вы можете обрести свободу. Сила искушения связана с твердынями, которые образуются в нашем разуме, когда мы привыкаем жить независимо от Бога. Мы сами вырабатываем привычки, принимаем решения, составляем режим. Все это становится привычным в нашей жизни настройками по умолчанию. И это нужно изменить, разобрать и перенаправить. Это твердыня в нас, очаги искушения, наши уязвимые места. Обычно к нам не приходят искушения во всех сферах. Но в одних сферах мы более уязвимы, чем в других. Вы любите проповедовать против того греха, который не искушает вас. Если шоколад не проблема для вас, вы против шоколада. Искушения реальны в жизни каждого. Почему искушение является трудностью для нас? Из-за одной особенности нашей личности. Это часть нашего духовного пути. Библия говорит, что мы имеем плотскую природу, греховную, Адамову природу. В Библии она называется по-разному. Вот какова реальность. Когда вы рождаетесь, получаете земной костюм, в вас по умолчанию установлен режим греха. Греху не нужно учить, человек сам это умеет. Мы в школе обучаем этикету, а не греху. У нас нет уроков по эффективному обману. Есть один анекдот, кстати, на эту тему. Не буду его рассказывать, просто говорю, что мы это не делаем. Вот что я обнаружил о нашей плотской греховной природе. Желание плоти невозможно удовлетворить. Часть вас, склонная к греху, никогда не удовлетворится. Нельзя ее удовлетворить, ей всегда мало. Искушение в том, что человек думает, что можно. Он думает, что прилагая усилия, имея отдачу, получая какое-то удовольствие, удовлетворяя насущную нужду, он станет довольным. Он не будет доволен. Если бы нашу плотскую греховную природу можно было удовлетворить, у нас не было бы проблем с зависимостью и саморазрушением наводняющих человечества. Мы бы не превращали естественные, нормальные реакции, данные Богом, в нечто разрушительное. Мы все знаем, что это правда. Невозможно удовлетворить желание плоти. Крючок искушения в нашей с вами жизни — это гарантия дьявола. Когда мы думаем, что наши желания и нужда, которые не соответствуют Божьей воле, удовлетворят нас. Крючок — это шаг в обход того, что Бог сказал. «Я могу получить удовлетворение через грех». А это ложь. Каждый из нас может сказать на это «Аминь». Мы ведь спробовали. Нельзя ее удовлетворить. Значит, нам нужен другой план, другой подход. Если мы откроем послание к римлянам, 8 главу, 8 стих, то увидим, что живущие по плоти Богу угодить не могут. Знаете, можно сидеть в церкви и жить по плоти. Хм. Не понимаю, что это вы имеете в виду, Алла? Я не знаю, что это такое. Есть три признака греховной природы, подающие голос нашей жизни. «Я думаю, я хочу, я чувствую». Я знаю, что написано в Библии, но я думаю. Хе. Вы знаете, что происходит, когда ждешь этот кусочек сыра. Знаю, что говорит Бог. Ну, послушайте, я хочу. Похоже на дорожку к счастью. Я знаю все это, но вот что я чувствую. Никто не может указывать мне, что чувствовать. Это мои чувства. И вы правы, это так. Но это не значит, что у вас правильные чувства. У всех нас есть чувства, и если мы будем на них оглядываться, они будут приносить разрушения. Но временами мы ощущаем их силы. Правда? Я хочу, я думаю, я чувствую. Выражение греховной природы. Нужно распознавать свои мысли и чувства и осознавать их. Но нужно также понимать, что порождает их. Какая часть вас их рождает. Живущие по плоти Богу угодить не могут. Можно сидеть в церкви и жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщивляете дела плотские, то живы будете. Здесь дан ответ на вопрос, что делать с греховной природой. Поставить ей кляп? Просто надеть ей намордник? Молчи, я тебе рот заткну. Или отрицать ее? Стараться скрыть ее? Замаскировать ее? Или привязать ее к столбу? Никогда не выпускать ее при свете дня? Нет. Чтобы все это спрятать, нужна огромная энергия. Если вы приходите в церковь и скрываете, кто вы на самом деле, то будете выматываться. Поэтому вам нужно, чтобы служение было коротким. Поэтому я не хочу приходить слишком часто. Что-то может вырваться. Это правда. Но нам дан ответ. Написано, что мы должны умертвить ее. Мы должны казнить эту плотскую природу. Нельзя оправдывать или приукрашивать ее. Нужно умертвить ее. Ну, как это сделать? Мне понравилась такая иллюстрация. Когда у вас есть лев и щенок, и нужно, чтобы щенок победил льва, что нужно сделать? Я знаю только один эффективный способ — кормить щенка и морить голодом льва. И если делать это долго, придет день, когда щенок будет победителем, а лев будет слишком истощен, чтобы сопротивляться. Что вы кормите в своей жизни? Вы кормите свою греховную природу или Дух Божий вас? Теперь речь идет о том, что мы слушаем и смотрим, о чем думаем и что читаем, о чем разговариваем. Я бы не стал тратить время на разговор с людьми, которые уменьшают мою веру. У меня немного времени на разговор. Получается так, что я провожу время с разными группами людей, и это нормально. Но я не буду тратить время на разговор с людьми, которые уменьшают мою веру. Она слишком ценная для меня. Я лучше потрачу это время на людей, которые вдохновят меня полагаться на Господа. Буду стремиться общаться с человеком, который поможет мне лучше узнать Господа, что вы кормите своей жизнью. Это важно, потому что если вы даете свободу своей греховной природе, ваша уязвимость к искушениям возрастает в геометрической прогрессии. Это значит, что ваша вера под угрозой каждый день, а ваша эффективность и плодовитость в Царстве Божьем подвергаются штурму. В послании к Галатам 5 главе «Перечислены дела плоти». Это есть в ваших конспектах? Я не буду зачитывать. Вам это знакомо, да? Большие грехи. Мне кажется, иногда мы думаем, что искушения относятся к большим моральным преступлениям, которые любой человек увидит за 100 метров. Для большинства из нас не они являются настоящим искушением. Чаще всего мы встречаемся с искушениями в том, что другие люди оправдывают, считают неважным. Не переживай из-за этого, у всех есть недостатки. Если вы хотите повлиять на мир в пользу Царства Божьего, вам нельзя охотно, осознанно терпеть нечестие в своей жизни, оно вас истощает. Морите голодом свою плоть и кормите свой дух. В заключении хочу поделиться одной мыслью. Я призываю не допускать нечестия в своей жизни. Часто мы, и я тоже, возмущаемся нечестием в жизни других людей. Но мы говорим не об этом. Давайте скажем Господу. Господь, если что-то во мне отделяет меня от твоей совершенной воли, если я что-то оправдывал или допускал, помоги мне увидеть это, и я отдам это тебе. Я целиком обращу свое лицо к тебе. Дело в том, что нечестие уменьшает то, что Бог может совершить в вас и через вас. Мы просто не хотим принимать это. Я хочу помолиться за вас. У вас будет Божья мудрость и Божья смелость, чтобы сказать «нет» нечестию и «да» сотрудничеству с Господом. Небесный Отец, я благодарю Тебя за Твое Слово, за Твой Дух Святой, за эту истину в наших жизнях. Если что-то в нас отделяет нас от Твоей совершенной воли, помоги нам увидеть это во имя Иисуса. Аминь. Присоединяйтесь к нам каждую неделю, чтобы услышать новое глубокое послание пастора Аллена Джексона. Заходите на наш сайт, адрес которого на экране. Откройте для себя множество информационных ресурсов, которые переведут вашу христианскую жизнь на новый уровень. На сайте вы можете поделиться сильным посланием. Мы хотим делиться нашей программой со всем миром. Но сможем это сделать только с вашей помощью. Сегодня вы можете стать нашим партнером. Также мы всегда будем рады видеть вас в нашей церкви. Добро пожаловать. Не забудьте заглядывать к пастору Джексону каждый день в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и стали частью этого служения. Увидимся в следующий раз. До новых встреч с пастором Алленом Джексоном.